Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка У Шопена часто бывает после, вернее, перед какими-то хоральными эпизодами, которые... Можно уподобить это некому хоралу, да? Свободно изложено, но все-таки, да? Какое-то совершенно непосредственное волеизъявление. Звучит музыка Более молитвенно, но первое, совершенно освобожденное, как будто от пуд каких-то освобождается, свободнее. Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка тогда будет два состояния понимаешь одно не знающие преград рэ до ля фамида недаром показывал эту форму потому что там идет к сильной доли на более есть угодно более человеческая земная потом уже сомкнутые руки в молитве рэ до ля фами та же самая история не знаю что написано комфорция прерогатива остается все таки у крещена если будешь играть слишком громко здесь получится крещеный поэтому вот твоя цель достигнуть этого ми-бомоля схватить этот плод до на вершине какого-то дерева или сорвать цветок-то иначе если будет тяжелый рюкзак очень не заберешься наверх вот в левую руку все начнешь потом с первого пальца а а а а а а а а а Пластичнее. Пойдем дальше, ты получишь это, да, немножко сфарцан, да, не бойся крещендо, это музыка довольно больших контрастов, знаешь, поэтому не усредняй ничего. Если крещендо, то смелее, смелее, уже лучше, да, опять-таки, та же самая история, ты уже начинаешь играть немножко перетяжеляя начало. Думай о том, как ты придешь к концу. Немножко нужно здесь быть более расчетливой. Да? Немножко нужно здесь быть более расчетливой. Чуть бледновато звучал. Я всегда всем ученикам, что я напоминаю, прежде всего самому себе, что один из самых любимых композиторов Шопена, наряду, конечно, с Бахом, которому он поклонялся в свою службу, был Беллини. Поэтому Бельканто у Шопена, это, конечно, одна из очень важных составляющих его большой палитры звучания. Но особенно в таких вот сочинениях ранних, конечно, Бельканто имеет свою очень важную часть. Поэтому не надо пренебрегать, Шопен такой, да, как я вот недавно прочел у Делакроа в дневниках, но это гораздо более позднее. Сегодня пришел малютка Шопен, малютка, титан духа, мой трупик, она его называла Жорсан, да, малютка, трупик, да, кажется, сейчас вот в дуне развалится, черта лысого развалится, невероятный сил человек, невероятный духа и воображение, и гения. Поэтому не надо говорить, Шопен был такой, значит, звучит. Я помню, 8 лет уже назад я был на конкурсе Шопена в жюри, на предварительном отборе, и мы были совершенно поражены просто. Был один парень из Беларуси, он такой, да, не без способностей, он все играл не выше мецефорте вообще. Я обезю. Все начали переглядываться, у меня Езинский тогда спросил, что с ним делать, я говорю, как, что делать, его, к сожалению, нельзя пропускать, человек способный. Но, видимо, принял на буквально, что, бэн, это такое, я везю, вот так вот, чушь, вот такой бедный, несчастный, туберкулезный. Это все физическое, в данном случае малютка, не имеет отношения к музыке, как непосредственно, да. Я говорю, все, ну, Бетхойн был глухой, значит, он мало что там слышал вообще. Значит, вот так и надо играть. Или еще кого-то. Моцарт вообще был вот так усенький. Поэтому не перепьяняй, не переноси физическое отношение, состояние композитора на музыкальное. Лучше обопри все на диафрагму, как хорошие итальянские певцы, да. Ну, вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Даже не так. Или вторая аппликатура, просто напишите вторую аппликатуру, начать со второго, так как здесь и есть, да, а потом первый, второй, спасибо, да, наверное. Ну, я просто в качестве второй аппликатуры даже напишу тебе, первый, второй, третий, четвёртый, смотри. Иначе будет... Это в октаву. Можно и так, и так, придётся вертеть много. Второй, первый. Да. Нет, первый на рэбомон. Или, или так, который я тебе написал сначала. Это, мне кажется, даже сейчас менее удобную. Это более стремительную. Да. Чемночко. Это неплохая. Можно исхитрить. Можно исхитрить. Пойдем дальше. Мне показалось в начале... Чуть громковато все это было форте. Да, как-то немножко было грузно. Просто... Немножко меньше веса во всем этом. Потом ты уходишь здесь, действительно, это очень хорошо. Но до этого было как-то перетяжелено, мне кажется. Так. Да? Есть тоже внутреннее какое-то крещение. Должно вот сюда прийти все-таки это общее крещение. Да? Поэтому не раскрашиваю это все одним и тем же цветом. Да? 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 Более опорная нота. Да? Более опорная нота. Да? Более опорная нота. Более опорная нота. Да? Более опорная нота. Более выпуклое. То, си, ля. Да? Теперь... Чуть тишень... Только последние две нотки в крещендо. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Должен создать ощущение завывания. Рассчитай, где не все ноты еще были одинаковые. Это то, что называется по-русски звукопись. Когда ты можешь звучанием нарисовать что-то, это будет очень эффектно. Я для себя когда-то выработал такую, не формулу, но подход. Играть шопеновские быстрые, назовем это быстроподвижные движения, просто как очень быстрый ноктюрн. То есть вся мелодическая значимость, все кантабили, которые есть в ноктюрнах, оно здесь просто в более сжатом по темпу состоянии. Но отношение такое же. Понимаешь ли, шопен, когда приехал в Париж и пришел к Бреннеру, он сказал, замечательно. Значит так, господин шопен, вы все бросаете, что вы сделали раньше, и вы начинаете у меня заниматься, я вас научу всему. К счастью, он этого не сделал. Потому что вся виртуозная, так называемая виртуозная трескотня парижская, его обошла сторона, вернее он от нее ушел. Они все там остались где-то в прошлом, безважно от ушедшим, а он остался. И это все принадлежит к тому миру, который Шостакович называл музыкой справедливо забытых композитов. Справедливо забытых. Хотя это имеет, конечно, исторический какой-то свой интерес, но не более того. А это все-таки по-прежнему остается бесценным сокровищем. Поэтому давай его не будем превращать в музыку сумасшедшей, знаменитой пьесы Калька Бреннера, или еще что-нибудь такое, а в пластическое поэтическое движение души и белькантового голоса. Поэтому это очень внимательно можно медленно поиграть, рассмотреть все эти арабески. Ну, давай, закрываем. Ну, добрый. Если так медленно поиграешь, действительно, как какую-то поэтическую вязь всего этого, увидишь, сколько в ней несказанной красоты в этой музыке. Глядь здесь третьим пальцем довольно неудобно. Все-таки октаву забрасывает на В. Поэтому я думаю, что все-таки первым на Фа. Это господин Черния. Без всякого крещения, да. Он уже покорился судьбе. Вдруг... Вдруг внезапный удар судьбы еще один. Поэтому это плачущая, падающая интонация. Вот это, что я говорю, что в Шопене очень много, очень важно его способность терять, а не приобретать. только не таким тычком все равно пластичное да ну хорошо значит тут конечно не та музыка но все хотя бы с самого начала за собой последи может зеркало посадишь помогает невероятно это себя повесил зеркало давно уже думал что я играю подсматриваю ужас сам ухом не слышишь иногда а зеркало помогает точно тебе говорю не только вокалисты заниматься перед зеркалом но и пианистам это тоже не вредно помогает просто звучанию построению фразы иногда кажется так искренне играешь так все замечают посуду так но мальчик немножечко себя привели при приведи в порядок более легатно только вторым пальцем конечно я думаю что основной ретинута падает это такой кисло-сладкий какой-то звук это уже так очень хорошо очень поскольку у нас действительно времени нету ты хотела вторую часть еще она давай второй частью займемся а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Но, опять-таки, вот этот же самый разговор о открытости чувства, да? Ну, какая-то такая каста-дива совершенно Беллиниевская здесь, да? Вот такая каста-дива – это луна, ария луне. И здесь тоже все-таки это ноктюрно, и тут деваться некуда. Теперь, значит, когда ты начинаешь... То есть педаль испаряется, остается этот одинокий милон. Поэтому, как сказано в бастие у Крылова, «Пой, Светик, не стыдись, да?» Ну, там «Хитрые леса» говорил о Воронии. Но все равно остается в силе это. «Пой, не стыдись, да?» Будь не ученица СМШ, а по крайней мере Каллас. По крайней мере. Уж лучше нее вообще-то трудно придумать. Шопен, конечно, Шопен, да. Правильно, но как какой-то пример вот этого невероятного воздушного звучания, которое распространяется на весь мир. Иначе это все будет в каком-то таком полуфабрикатном виде. Ну, деликатно, конечно, но это не значит, что надо орать во всю глотку, но с восторгом, с восторгом произнеси это. Давай еще раз. А вот левую ручку здесь деликатно. Я очень люблю этот лево-моль. Шопен, конечно, мог продолжать с этими лево-моль, но все-таки ему лево-моль понадобился. Ну, кто ночью поет трелью? Ну, кто? А? Ну, вот у тебя сверчок. Соловей, деточка. Соловей. Трелью соловья. Да, что сверчок не поет, сверчок трещит. И в основном он за печкой. А это на открытом воздухе. Поэтому трель соловьиной должна быть. Да, когда у тебя крещено, да, поэтому не перетяжеляй начало. С каким-то даже порывом, если угодно. Поколдуй немножко с педалькой. Поколдуй. Поколдуй. Боже, вот этот уже мимо ультяжелый. О, умничка, молодец. Трель. 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 трелес крещен а вот здесь осторожно сетой сектором начать наскучивать нюшка если ты этот рыба мочек приголубишь приласкаешь немножко больше тогда не будет такого то есть микроскопический акценти чик на 6 на 4 ну кутира редора связано осторожней со второй нотой это относительно дольчисимо такой немножко слишком много сахара и много жира в этом пирожном вот это более дольчисимо такой безе воздушная они бисквитная у тебя получилась ножка бисквит и нравится тебе любишь бисквит вот одно слышно вот только вторым пальцем конечно пишет играешь на это то перелей эту ноту постарайся мускульно перелить ее до для этого нужно весь аппарат плечевой и вот это место задействовать потому что одним пальцем да да конечно да да вот тоже ножку убери стива педали она совершенно не нужна ой мама у меня протекает подметки а на каком уже на левой почему а потом оказывается подметка протекает потому что там уже дыра от педали от левой дырка просто побереги не давай сапожникам зарабатывать на тебе здесь есть вот такая вот хитрость для того чтобы связать ми бомоль и ля бомоль можно ля бомоль отправить в левую руку и левую руку здесь четвертым и потом быстро сменить на пятый в левой руке сон да когда-то довелось быть на уроке у нового преподавал баха и он ученику сказал это золотое правило конечно субдоминантовая область у бах но это это касается если это не плагальное соединение только с тоникой она на той субдоминанта чтобы быть немножечко более в подчиненном у каданцы доминанта и тоники роли поэтому она немножечко тише все она подготавливает приход гармонии необходимо для заключения фразы поэтому логальный оборот это не за что десдур должен быть таким приподнятым я понимаю что ты потом затеняешь звук и это очень красиво но чуть-чуть ее тише чем последующую тоненькую крещено крещено еще Да, там есть потом в конце крещенную, да? Чуть бы, такими колокольчиками, а? И идёт дневное, да? Раскрывается этот цветок, табак, да? Он пахнет очень пряно, но раскрывается только ночью, да? Вот этот ночной цветок какой-то магический, он раскрывается Си-до-ре-ми, да? А здесь... Вот отсюда... Очень живописная музыка. Нет, они какие-то немножко веловатые, цветы свежие, не срезанные ещё. Да, конец был немножко такой механический, да? Поднялась хорошо очень. С большей нежностью и вниманием последней триоли. Немножко, ты понимаешь, как немножко... Знаешь, бывают надписи на газонах? По газонам не ходить. Вот ты сейчас просто прошла и раздавила этот цветок. Фа-ре-соль-фа. Та-ра-ли-ли-ли. Там же деменуэ это написано. Крещендо. Крещендо. Та же самая сторона. Обращай больше внимания на диминуэндо. Потому что крещендо, это замечательно. Когда у тебя есть какой-то порыв, великолепный. Но все-таки обращай внимание на это. И вот я повторяю, это очень важно знать, как и где терять. А не только схватить. Отпустить тоже надо уметь. Отпустить с сожалением и любовью. Вот это и есть жаль шопеневская. Давай еще раз. Это ближе к какого района. Вот это диминуэндо. Буду уже лучше. Да, я бы тебе поставил еще и делать больше крещения. Фактически вот от этого рабыкара. Тогда оно истоньшается. И что-то вот, ай, начинает здесь дрожать. Ой, как красиво. А фары, а сольфа, ну не так. Это сорняк, а не красивый цветок. Крещендо. Еще, еще. Еще, еще. Умничка. Молодец. Комфорция. Комфорция не должна тебя провоцировать ни утяжеление звука сразу. Порыв, вот что важно, понимаешь? А не стабильность такая. Значит, где проблемы? Вот в этом первом пальце он уже сразу пригваздывает. У тебя уже есть эта гармония. Да. Только ре-бомоль. Да, конечно. И будет и комфорция, и крещендо, и все будет. Но не будет тяжести какой-то. Пойдем дальше. Там не та нота была, да, знаешь? Внезапная форта. Да, ничего. Да, здесь чуть покрепче падает. Ля-бомоль. Чуть более патетично. Чуть-чуть. Чуть-чуть явственнее в левой руке. Все басы чуть-чуть более... Вообще, все басы чуть-чуть более... Хорошо. Чуть быстрее. Ну, опять-таки, бисквитная была. Да, все-таки... Все-таки... Вот этот мимо-моль лучше взять в левую руку. Да, тогда тебе будет проще все это... Видишь, смотря... Да, опять... Начало с... Да, как... Это с восторгом. Да, аккуратно с левой рукой... Слишком шагаешь. Вот она... Вот она тебе четвертая, восьмая, она все пригвоздила сразу. Раз, и нет в музыке. Четвертый четвертый. Отпусти на волю волю. Да. Да. Тогда это фортиссимо сыграет свою роль. Да. Понимаешь, вот я тебе говорил, внезапность порыва, контрасты в состояниях. Это одна из важных характеристик романтической музыки. При классичности формы. Да. Внезапные какие-то идеи, какие-то желания, которые приходят в душу, в воображение. Конечно, идущие во многом тоже и от классики, и от Гайдена, о котором вот мы говорили. Во многом это какие-то порывы, часто безудержные. Да. Поэтому не подготавливай так уж. Сейчас вот я вам преподнесу на блюдечке. Ничего подобного. Так. Потом также уход в пиано, да? Послушай эту хоруну, насладись. Это ток. У тебя есть какая-то проблема с тем, чтобы крещендо доводить до какого-то художественного все-таки эффекта. Ты немножко так, ну сейчас я его и сделаю. Не начинаю его делать сейчас. Дело немножечко всегда, откладывая на самый конец. Стринджендо. Да. Стринджендо. А вот здесь. Это без педальки. Стринджендо. 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 Это значит, вот эта тритоновая дуга, она очень ценна нам. Син. Есть столько сожалений и горечи, что невольно начинает щипать в носу и хочется схватиться за платок. А так нет. Может быть, только что высморкаться, но не вытереть слезу, понимаешь? А вот этот выдох, вот это и есть жаль. Ты ищи, как с миноискателем. О, значит, здесь есть что-то. Здесь ничего. Просто как сапер должна искать вот эти вещи. Син. Только бескрещенную. Видишь, он пишет здесь вилочку. Просто на фабу моле даже меньше, чем микроскопическая какая-то фирма. Син. Син. Видишь, он пишет вилочку. Син. по моему здесь съела одну четверть просчитать здесь получше да так ты знаешь у нас уже время кончил 20 минут первого между прочим дитя моё поэтому вот что я хотел еще сказать это написано велочиссимо эту гамочку надо чтобы она исчезла не пропускай мимо твоего внимания вот этот хроматизм теперь последний все-таки начинается форта у меня к сожалению времени нет уже на финал но так в общем концертом шопена заниматься невозможно таких коротких параметрах